привет youtube я нахожусь гараже у юрия сейчас я хочу провести свой тест-драйв его машины и хочу сравнить свою машину с его он не разрешил сегодня самому управлять и юр привет лет о ты сделал брелочек такой где ты так сделал сделали а тебе подарили круто сейчас я хочу сам проехаться и уже сделать сравнение потому что говорят что не отличить китайские машины там вот японских от корейских пока сам не попробуешь пока сам за руль не сядешь я считаю говорить тут не о чем я управлял этой машиной но эксплуатировал свою машину где-то около трех лет у юра машин тоже примерно столько же дает давай но сегодня юрий не будет на моей машине ездить по техническим причинам в следующем видео он тоже проедется на моей машине и скажет свое слово вот сегодня я на его машине попробую почувствую что и как мне хочется попробовать как она управляется как подвеска работает потому что дороги у нас местами хорошие местами не очень ну двигатели вот мои какие прогнозы то что он все таки у тебя 1 и 5 турбина да и мне кажется вот на низах она немножко будет непривычно мне она немножко до 1800 900 включается вот мне хочется понять у нас в городе кстати вот таких машин развелось полно я тот раз у красного белого подхожу к мужику испугался я говорю у вас машина у меня у товарища такая машина но я думаю у него пробег хоть какой-нибудь а у меня пробег 7000 я хотел спросить как у тебя 10 сколько там 11 а он говорит а у меня 7 ну ладно и поэтому вот я хочу все-таки попробовать сравнить мне вот раф 4 вот именно рестайлинг вот такой очень нравится по подвеске по мотору два литра мне в городе хватает вариатор тоже удобно хорошо сейчас посмотрим как ну механика это не нет конечно технические причины да вот эти причины технические видите а какой вид коньяк собственного производства помидорки а родниковая водичка это же когда суббота суббота красота или ты это колу пьешь ясно все подумают что ты алкоголь какой-то движение да 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 я рассказал что toyota это вообще японские жигули а вот хавейл это китайский lexus до китайский лексус нам сказал ну продавец поэтому ну ты поддерживаешь его мнение но мне нравится машина я ничего не имею против toyota но сегодня ты на ней есть не будешь все ведро то ты сказал даже не подойду мне очень нравится у меня просто не хватает денежных средств купить такую машину да ладно ладно ты такой скромный ну ладно правда вот довольствием с тем на чем я не хватает на новую оба уши ты не хочешь просто не хочу все правильно я лошадь китайские новые чем японские ну это у каждого свое мнение да твое мнение но это лекс там еще он купит лекс купит porsche не знаю у меня есть очень хороший друг родственник купил себе porsche за 500 тысяч мест расход бензина 30-35 литров на 100 километров налог налог там позже и зачем такая машина страховка 4000 налог 3 7000 у тебя расход бензина куда здесь а как смотрится в гараже когда чистый у тебя все смотрю линолеум все везде он даже приходишь должен быть эти ножки об коврик об этом да вот так вот все у тебя тут прям вот фэншу ну стоял бы у тебя porsche здесь какая разница хавэл еще лучше смотрится да сейчас машину никого не удивишь на кольцо не будь машина были с праздником того чтобы показать как машина чувствует да да я вот им в этом видео просто я хочу вам рассказать да как владелец вот toyota и raf 4 вот я себя буду чувствовать вот хавэлли я скажу честно понравится мне или нет если мне не понравится там что-то я скажу что если будет нормально смотрю все эти отзывы что напишет чего-то будет говорить вот не понравилось его потом найду да и все еще не сделал то что друзья но юра в следующем видео будет ездить вот и всего и за если сейчас обострю от хаван да я буду обострять дает да ладно ладно а ты ездил а у тебя был ford с сделал я не был высок вот с ручным автоматом ну как не то в 1 драй вперед ну какая руле просто было так ну что я выезжаю да я выезжаю давай все я помещаюсь хавэл камеру да 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 юрий вот тебе камера ты теперь поснимаешь ты же блогер тебя уже узнают кстати везде на улице кстати все раз звонили тоже люди спрашивали как лучше хавэл или ховер для чего вам надо отвечал в эту следующую юрская просто да ну чего дмитрий давайте пробуйте так подожди я сначала немножко осмотрюсь слушали но по салону поинтереснее чем у меня конечно вот мне нравится вот это вот место очень так сделано нормально красиво здесь кожа есть материал неплохо удобно я немножко а у тебя электрические это вообще тоже 8 положить да так наклон спинки как раз для меня ну что по посадке скажу так очень хорошо удобно 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 и вот это расположение ручки переключение передач очень удобно но кто-то едет так ну что очень мягкая педаль сцепления передача включается смотри-ка я тронулся с места снимай меня это даже был кстати с автомата вот да 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 тронулся я с места не сказать что много долга за хотя ты говорил турбину там еще что-то так ну что нужно пристегнуться обязательно так ну что нужно пристегнуться обязательно да тут все круто ты на меня направляй и вот так первые впечатления вот по этой разбитой дороге немного тяжелее руль и немного и мне кажется что какая-то вибрация дает на руб чуть-чуть или это я просто мало газу даю что ли я не знаю как тут не знаю ну какая-то вот как будто я на тяг еду мне кажется нет по подвеске ну мягко нормально я не ну разницы я не вижу с моим раб 4 вот по этим колдобинам да ё переключился на вторую надо было больше газа немножко она как-то задумалась и поехала чуть-чуть прям ну это привычку нужно к ней просто все остальное ну кажется машин у нас своя привычка сижу удобно сидение удобное немножко я наверно все таки неправильно приключаю передачи наверное нужно больше оборотов что давать хотя около тысяч машина мягче чем мне она бери не мягче она такая балкая мне кажется чем моя она такая вот как то вот из стороны в сторону ее ну качает мое первое ощущение сейчас видим на трассе на первый раз еду на китайской вообще машине и первый раз вот гибдд доблестный дпс едет ну нам они не страшны потому что мы на китайской вексе сидим мы куда поедем направо направо так выезжаем на улицу по динамике с моей машины практически не сравню ну нет разницы у меня два литра вариатор примерно так же едет вот вот педаль газа вот я уже на четвертой передаче спокойно вообще переключаюсь 1 и 5 мотор я еду просто вот еду сколько 70 просто вообще нормально ну и по спидам ну 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 вот вот здесь на третью уже она не поехала пришлось переключаться на вторую немного любит машинные обороты ты примерно сколько даешь оборотов 2 с половиной 2 с половиной уже переключаешься да сейчас вот я еду на 4 передаче слушайте нормально можно 5 передачи а здесь сколько передачи 6 а здесь 6 передач сейчас еду на 5 передачи скорость 60 я просто еду чуть газу дают ну держу вот ее скорость и все она едет спокойно ну неожиданно вот пока у меня нет какой-то вот что-то не понравилось мне вот 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 еду по кочкам по ямам вот немножко она на низких оборотах приходится тупик да чуть-чуть ну это вот просто тумбированный мотор 1,5 вот и все просто 1,5 литровый мотор да и немножко надо привычку я немного переключаюсь чуть-чуть 1,8 и турниру а есть такое? нет вот нет это просто я впервые сел сегодня немного не привык ну к газу к мотору к педали если я вот поезжу на ней минут 20 все у меня такого уже не будет вот вот сейчас я на какой-то на пятой 70 км в час вот третью включил спокойно ощущение приятное нет такого чтобы я сказал фу это вообще не то вообще я не могу сказать что это говно я не могу сказать китайское я не знаю как она там если на ней 100 тысяч она ездит или сколько но вот сейчас я еду я тебя понимаю когда ты купил после своего этого ховера третьего 5 там был все-таки на раме как полуазика это как уазика и ты на нее сел это как давай машина очень приятная машина нет большой разницы с моей сейчас проявим камеру ну у меня я и нормальный и потом можно будет попробовать газануть чуть-чуть чуть-чуть подпоставить интерьер вообще хороший руль удобный немножко ты его как-то поднял но это я не буду сейчас менять настройки твои но я бы себя уже да я бы немножко чуть-чуть атак опустил но ну давайте попробуем сейчас я четвертую включаю немного даю газу идет после здесь плане тысячи идет под слад я ты включая пятую передачу скорость уже немного повышается в пределах правил дорожного движения и включая шестую вот шестая как будто едешь вот она 2000 да на ней просто разогнаться и катиться в общем на машине я еду впервые вообще вот ваше мнение да вот я еду впервые сел проехал я сколько мы едем минут десять как будто я на ней ездил всю жизнь очень легко адаптироваться вот для меня я не профессиональный водитель какой дальнобойщик который там на любую машину сел и поехал я езжу на машинах как ну обычный человек там любитель не работаю на машине и я на этой машине привык к ней к органам управления просто я вот даже сейчас еду вот смотрите вот самое важное что я рулю одним пальчиком я управляю поворотниками как будто они вот прямо вот здесь вот где надо это мне очень важно я ездил у меня было x35 там было немножко вот прям неудобно здесь я еду вот я еду чик-чик переключаю поворот ну даже не думаю о том что я включаю поворот ребята это вот очень хороший момент это когда ты сел в машину и через пять минут ты едешь на ней как будто ты на ней всю жизнь ездил и вот помнишь когда мы ее купили мы поехали в снегопад в гололед в метель ты ехал на ней ты ехал на ней там сотку ну пила новый вообще я еще так думал ну нормально ты так на ней жаришь ты только сел на ней и ты уже ехал такой уже там курил там что-то разговаривал как будто ты уже на ней ездил в два года удобная машина очень очень вот сел просто чуть-чуть подвинул сиденье вперед потому что Юра ростом повыше все вот как будет это моя машина я сел как будет это моя машина вот Дмитрий ваше отменение вот стоит RAV4 не хуже чем RAV4 по крайней мере вот когда ты едешь на ней рулишь вот то что я чувствую как она управляется не хуже немножко руль вот когда мы ехали медленно как будто мне показалось чуть потяжелее какие-то вибрации были но вибрации это были от двигателя когда я мало оборотов добавил но машина прогрелась там что-то да я неправильно переключал передачи выбирал передачи имеется и вот был бы еще на этой машине на комплектации автомат был бы вообще чудесно Юра я подозреваю с автоматом оно вообще еще лучше их нету не было их нету там передний привод тоже с автоматом вот сейчас я еду на 4 передачи скорость 50 км в час я спокойно еду начинаю нажимать на педаль да она начинает разгоняться спокойно еду здесь потому что ограничение скорости 40 км в часу я вот еду меньше 50 км в часу я не чувствую что она едет в супер натяг такой ну нехороший она едет комфортно нормально неожиданно неожиданные ощущения впечатления я честно говоря думал будет немного ну думал наверное похуже что ли должно то быть то по идее китайцы китайцы это же не российский автопром который уже делает машины там сколько лет это мнение мое не предвзятое не за того что вот сидит хозяин машины и разрешил мне порулить так сказать нет ребята на самом деле езжу на раф 4 я такой поклонник тойоты прям типа мне нужна тойота ничего лишнего вот она едет я на ней езжу без понтов без всего там и ладно вот машина но в интерьере эта машина выигрывает мою тойота здесь более материалы интереснее трогаться очень комфортно я думал я не тронусь на ней вообще с турбиной с этой 1.5 она будет ну газу надо давать много я газу почти на холостых трогаюсь трогаюсь почти на холостых вот уже третья передача с места четвертая передача сейчас налево где машина выезжает да да ну на отель да 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 он записан в кабинете да должно быть точно да вообще очень удобный сделан капот его видно даже край он такой прямой не по логике не по катаре ну да некоторые ее снимают что вот машина там не видно здесь здесь вот ну кому-то это мне конечно все равно мне можно и такой капот но кому-то это понравится наоборот что в общем я на ней езжу как будет всю жизнь прокатился круг вот этот показатель мне о многом говорит если я на машину сел машин поехал и сразу привык значит тут сделано все так все продумано что любой человек среднестатистический я не говорю что я там супер какой-то водитель я считаю себя обычным там эксплуататором машин сядет вот вы придете в салон купите ее и поедете салон пока выезжать будете из салона до первого светофора доедете на заправку заедете и уже домой поедете как будет всю жизнь на это вот как ты ну да даже вот когда ты вот ехал ты приключился за место с пятой не знаю шестую а на четвертую мы даже это не почувствовали мы это не почувствовали но вспомни тебе показалось что ты приключился но вспомни ты сделал то же самое когда ты ее купил ты сделал то же самое я тоже посмотрел какой метр и увидел да но у машины такая вот изоляция так все сделано даже не поймешь какая коробка что включил что касается шумоизоляции вот почти как в РАВт 4 ну и плюс-минус в общем такая же у меня не блещет машина там супер шумоизоляция я не знаю что такое хорошая шумоизоляция у меня не было никаких mercedes или кто там у нас лидеры шумоизоляции здесь все нормально здесь все хорошо я не говорю здесь очень отлично или супер потому что я не могу сравнить ни с чем у меня не было машин с хорошей шумоизоляцией нет я имею в виду не шумоизоляция а то что вот мы ехали например на четвертой двигатель ты имеешь на пятой и ты приключился четвертой а затем шестой и мы не поняли что там приключился и крестин грибков ничего не вводит у него карьера теле не слышно как работает здесь он только вот климат-контроль вот этот будет там это он периодически там побыстрее по мере он на 28 градусов жара такая вот в зону и борт сделал 30 28 ну и ребят хотел в общем сказать что не существует вращение что-то говно я не могу сказать вот тебя но потом мы тебе расскажут своих медали что это круче нет ребят стоял круче я ничего не говорю потому что toyota она круче может быть чем над маркой там бренд тоже стоит денег правильно но просто не значит почему наши русские машины не круче вот эти но мы ездим внутри большинство я понимаю почему мы россия которая все равно опыта в автомобиле стране большему мировой опыт вообще почему мы не можем сделать хотя вот хотя вот такую машину не будем говорить вот короче он маза cx-5 проехал я бы лучше вот эту взял чему предыдущий кузов на самом деле это вообще вообще смотрите я бы взял какую машину и трав 4 бы взял или вот это больше никак если бы ну там финансовая позволяет если финансы есть вот на эту берите вот эту если вы не так суть там не гоняйте сын вот вам там семью возить там съесть куда-то в гости на дачу где-то проехать зимой тронуться в горку ледяную на полном приводе где-то преодолеть снежок у подъезда утром вышли а было ночью там метель какая-нибудь вы выехали спокойно доработав доехали легко подвеска не расхлябанная вот это вот похоже на раф 4 на подвес здесь гремит только выкинуть нафиг получше тишина ничего не скрипит у меня даже в раф 4 что там где-то вот русский сбор был оставить видите в край вообще люблю эту машину прямо никакой не хочу но эта машина превзошла все мои житая я вот честно скажу даже вот юра бы сидел здесь если бы мне не понравилось это юр что-то гремит просто мы снимаем эту машину с момента покупки вот за счет рекламу дмитрий это мой друг с ним как я снимали мы на первом втором и третьем том все были его отзывы на самом деле честные машина моя да а мне нравится да пробег здесь вот 11 800 но я сейчас рассказал не о том как вот машина какая надежная или ненадежная сейчас хотел вам показать и рассказать свои ощущения вот именно человека который никогда в жизни на китайской машине не ездил китайцам скажу честно отношусь ну не дай с недоверием как бы относился но хавейл я считаю это все таки марка такая серьезно great will вот этот вот это нет же или вот эти как хотя про них тоже говорят иногда хорошо значит не врут теперь я могу точно вот вы смотрите видео если там про какой-нибудь кроссовер китайский говорят хорошо ребята это может быть и правда потому что вот я сейчас скажу что вот эта машина вообще отличная отличная да страшно покупать китайцы так что с ним будет но если так об этом думать можно уже второй машин да вот человек сидит две машины уже он сразу идет или на целенаправленно в автосалон и берет машину как хочется он не думает там что что там как и как я продам потом на вторичке хотя говорят что их там не продать ховер сколько ты продавал два дня два дня я покупал 760 тысяч продал 770 не данные года потому что да проблема всех есть два дня подавал это пошел я продавать не собираюсь ну что конечно же нужно рассказать про расход топлива по городу основном машины эксплуатируются короткие поездки прогревы регулярные вот такой расход топлива 11 1 ну нормальный расход меньше она и не будет у кого там 7 литров жрет это уж не знаю сказки какие-то 11 литров по городу а по трассе и литров 8 меньше даже 9 ну вот так ехать опять если ехать 80 километров сейчас вернула страна будет 8 литров потому что у нас любят ну как бы обсуждать расход топлива вот он такой через три дня мы едем этого бля будет три года а пробег будет 11 800 пробегу 12000 к этому хотя должен быть уже 30 но я все равно поеду к официальным дилерам чтобы не поставлять метку чтобы не сделали ты лоб я затем прослежу я буду смотреть чтобы там будут менять масло все все которое должно быть по списку я все проконтролирую и потому чтобы если вдруг когда-нибудь я был управлять машину мне стыдно было искать вот машина обслуживалась официальных дилеров юр ну это неплохо это правильно я считаю потому что обслуживание в 21 веке живем а то что там они делают не делают это сказки сейчас все там делают в основном все делают это раньше дать мне ехать к этим дилерам я поменялся масло он меня гараж меня ема я поменяю масло я могу мотор сделать ребята любой да вот и не брать и тогда зачем мне это надо зачем машина гарантии конечно весь смысл покупки новые нового автомобиля я повторюсь может быть я когда-то говорил именно в том в удобстве его обслуживание приехал ключики сдал кофе чай попил все тебе отдали ты поехал дальше все а если ты хочешь сама сама может годовалый купить дешевле и типа пробег такой же будет маленький найти если и самому там что-то ковыряться ну это дело каждого в общем что на этой позитивной ноте мы заканчиваем видео подписывайтесь на канал ставьте лайки хавейлу юрию димитрию обязательно можете мне поставить лайк спасибо за внимание всем пока